Всем доброго времени суток. И сегодня мы будем рассматривать перекрестные запросы через InnerJoin. В прошлый раз мы рассматривали Select в библиотеке. Select по условию. Простой Select, где поля и условия мы пишем сами. Как этот Select выглядел? Он выглядел вот так. Я говорю откуда что и конкретно передаю условия. Если мне нужно было сделать условия связки между двумя табличками, то тогда я в Where писала связь между двумя табличками и добавляла еще дополнительные условия, которые налагаются на нашу выборку. Например, здесь мы делали список продуктов, проданных за указанный период. И напомню. Тут нету данных. Сейчас. Код продукта, ID продукта у нас 12345, и мы не знаем, как он называется. Потому что в нашей табличке Sale есть код продукта, но нет названия продукта. Чтобы сделать так называемую перекрестную выборку, то есть выборку из двух и более табличек, применяется два способа. Первый способ через обычный Where. Добавим сюда кнопочку. И напишем перекрестная выборка. Тот же самый запрос, только между двумя табличками или из двух табличек. Что сюда добавляется? Я говорю ProductSale, запятая Product. Наша база данных. И у нас здесь есть Product, ProductSale. В таблице Product, ID – это ProductID в таблице ProductSale. Нам нужно Name взять из таблицы Product и все поля из таблицы ProductSale. Как это оформляется? Откуда? Из ProductSale она у нас ведущая. Продукт – вторая. В ProductSale берем все, вот так вот, через звездочку. А из таблицы Product берем Name. Product.name. Будет имя продукта и его статистика. Если, допустим, мы хотим сделать ID, имя, а потом все остальное, то нам нужно явным образом указать ProdID. Проверим. ID Prod. Дальше. Count. Prod и DateSale. Я могу указывать имена полей без указания имени таблички. В случае, если в этих двух табличках имена полей уникальны, то есть нет пересечений. В нашем случае так и есть. Некоторые поля я указала с именем таблички, некоторые без имени таблички, чтобы вы понимали, что возможен и тот, и другой вариант. Это одинаково правильно. Только в случае, если две таблицы имеют одинаковые поля, нужно явным образом возле этого поля указывать, к какой табличке оно относится. Первое, что мы должны указать в разделе Condition или в разделе Условия – это условия связки. ProductSale.id.product равно ProductID. Откуда мы берем эту связку? Это ваши отношения между табличками, которые вы оформляете на схеме, указываете на схеме. И именно они являются ведущими по сохранению ссылочной целостности. Это внешний ключ, первичный ключ. Условия связи между двумя табличками. Здесь я просто сделала это через Where. Мы сейчас это увидим. Select. Вот так выглядит обычный запрос из одной таблички. Вот так выглядит перекрестный запрос из нескольких табличек. Что? Список полей. From – две таблички. Where. Первым в Where должно быть условие связи между табличками. Обязательно. И только потом мы накладываем ограничения. В чем отличие вот этого запроса от этого запроса? У нас появилась новая колоночка – name, которая нам объясняет, что означает вот это ID. Использование Where допустимо. Однако, чаще всего перекрестные запросы формируются с помощью inner join. Потому что этот оператор или вообще join, он специально предназначен для того, чтобы соединять, объединять разным образом таблички. Давайте через него сделаем такой же запрос, только через inner join. Вспоминаем, как его нужно писать. Всякий запрос, который вы отрабатываете, сначала отработаете среди разработки баз данных, а потом уже вносите в среду программирования. Здесь вы отловите все ошибки. Select. Product ID. Запятая. Product Name. Запятая. Product Sale. Count. Product Sale. Date. From. И когда мы используем inner join, мы берем одну ведущую табличку и к ней присоединяем нужные нам столбики. Поскольку Product Sale, мы хотим посмотреть именно статистику продажи, является ведущей, то From мы указываем именно ее. Именно к ней inner join будет присоединять столбики, соответствующие из таблицы продукта. Inner join, продукт. С чем мы будем ее соединять? С таблицей продукты. По какому условию? On. Product ID. Равно. Product Sale. ID. Product. Как видим, условия связки здесь тоже идут отдельно. И есть Where. Where – это накладывание ограничений на, например, дату продажи. Дата продажи меньше либо равно 20. И дата продажи больше либо равно, наоборот, больше либо равно вот этому и меньше либо равно текущей дате. Вот так. За весь период выбрались данные. Что, когда продавалось. И связочка. Связочка идет отдельно. Inner join. Там мы делали все в Where предложении. А здесь мы Inner join отдельно, связь между табличками и Where отдельно как бы добавляет фильтрацию или условия фильтрации на нашу полученную выборку, которая является объединением двух табличек по условию. Мы объединяем не просто так. Как теперь вот это реализовать в программе? Нам нужно добавить еще один метод выборки. Наши методы выборки возвращают int, потому что они возвращают количество записей, которые получились в результате выборки. Наш питоцелект будет содержать следующие составляющие. Первое – это имя таблиц. Второе – список полей. Третье. И третье у нас вектор условий на Inner join. Список join, condition join. Список условий, которые входят в Inner join. И последнее, что нам нужно, это Where. Вот обычная condition Where. Проверяем, нет ли у нас совпадений. В принципе, о набору параметров оно уникальное. То есть можем его с таким же именем и оставить. Итак, перегрузка метода select с таким набором параметров. Имя таблички, список полей, дальше Inner join по очереди и условия в конце. Занимаемся реализацией. У нас целый большой блок разных селектов, потому что селект – это именно то, что является самым ценным в базах данных. Здесь все просто. Clear оставляем. Идем дальше. Если condition у нас нету, значит, мы не добавляем Where. Если condition есть, мы добавляем Where. Так, select. Что? Поля from table names. Здесь все просто. Но до Where нам еще далеко. Перед Where мы должны добавить вот эти вот джойны. From table names. А дальше идет inner join. Inner join мы добавляем в соответствии с количеством вот этих джойнов. И в соответствии с связочкой между двумя табличками. Между множеством табличек. Сейчас неправильно, не туда скопировала. Condition join size. И теперь SQL add. Что? У нас с параметрами. Пробельчик. Очень важно, потому что у нас после table names нету пробельчика. Inner join. Откуда? Вот этот вот condition join должен содержать условия связочки и имя таблички, откуда мы собираемся брать данные. Можем, например, from или table names сделать тоже вектором. Тогда первый элемент этого вектора будет здесь, а все остальные дальше. Давайте рассмотрим несколько вариантов. Inner join. Condition join. Итэ. Напоминаю, что если я вот здесь захочу у этого продукта добавить еще и производителя, то есть третью табличку. Продюсер name. Продюсер. Нейм. С. Продюсер name. То я здесь должна буду указать еще один. Inner join. Продюсер. Он. Продюсер. Продюсер. Равно. Продюсер. Точка. Айди. То есть если я хочу несколько связок сделать или между несколькими табличками сделать связки, то я просто добавляю inner join. С этим связано и вот тут. Вот эта добавочка inner join. Inner join плюс condition итэ. И мы делаем это фором. То есть следующий inner join. Давайте проверим. Видите, срабатывает. Ведущая табличка идет в предложении from. Все остальные таблички идут через inner join. Если у нас есть условия, то есть если у нас есть where, тогда это where, даже можем вот так сделать. Вот это if, можем ниже сделать, потому что эта добавочка будет у нас дополнительной. Итак, сначала мы очищаем запрос, потом формируем select, что from первая табличка. Where добавляется позже. Where добавляется позже. Вот так вот. Итак. Select from table names. Дальше inner join. Вот оно. Inner join. А потом where в конце. Если оно есть. Если where нету, condition. Если condition условия пусто, ведь я могу просто выбрать данные из двух табличек, объединив их, не налагая на них никаких ограничений, то тогда предложение where мы не используем. Смотрим, как теперь будет выглядеть вот этот запрос. Возьмем его спецификацию. Чтобы мы могли подглядывать, что зачем идет. И теперь вот этот же запрос, но сделаем через inner join. Первое, что нам нужно, это указать одну табличку. Первая табличка. Product sale. Product sale. Первая табличка. Следующим шагом мы указываем вектор. Вектор нам нужно создать. Типа анси-стринг. Condition join. И в этот condition join мы запишем условия связки. Первое условие звучит как product on product sale. Если мы сюда же добавим и вот то, что здесь у нас, то есть producer, то будет еще одно условие. Давайте сначала с первым условием разберемся, потом остальное. Теперь здесь у нас вот это условие уже не участвует. Здесь нужно просто оставить, из каких полей. Вот этого условия нет. Вот. Оно ушло в condition join. Вот сюда. И последнее это where. Первая табличка. Table name, по сути, не names. Дальше поля, потом условия join и условия выборки. Ну, не принципиально, но просто глаза режут. Select. Выбираем промежуток. Это маловато. Так. Первая. Выбралось 4 продукта. Перекрестный запрос. Выбралось 4 продукта с названиями. И inner join не будет отличаться по результату. Вот наш. Select. Product. Sale. ID. Product. Name. Inner join. Product. On. Sale. ID. Равно. ID. Where. Date. Сверяем. Именно так мы здесь и писали. Вот этот и вот этот запросы по результатам не отличаются. Однако грамотно связывать две таблички именно с помощью inner join. Хотя join в принципе он работает не только как inner join. Left join. Right join. Да, тоже существуют такие вариации. А если мы используем where, то where и inner join они идентичны по результатам выборок. Еще один вариант можно рассмотреть с набором табличек. Чтобы у нас вот тут мы не писали product on product. Sale ID. Product равно product ID. То есть чтобы мы указывали из каких табличек, а потом уже какая связка. Ну, если так делать, то нам добавляется еще один вектор. Вектор табличек. С одной стороны проще, с другой стороны тоже дополнительная морока. Тут мы просто запятую ставим, а там нужно будет вектор. Можно парсить. Просто парсинг – это дополнительная нагрузка на нашу библиотечку. Если сделать вектор табличек, и тут уже будет table names, тогда наша выборка… Давайте здесь напишем еще один select с inner join. Только здесь у нас будет уже вектор табличек – table names. Тогда вот сюда мы вписываем нулевую табличку, from нулевая табличка, и делаем inner join table names и плюс 1 on condition join и t. Еще одну кнопочку берем. Можем вот эти две кнопочки сделать поменьше. Это будет у нас inner join 1, а это будет inner join 2. В принципе, вот этот dbgrid.datasource мы можем один раз задать при вызове формы, чтобы каждый раз это просвоение не делать. Вот тут вот. Единожды сделать связку, мы больше не нуждаемся в ней. Так, теперь вот эта последняя кнопочка – inner join 2. Что сюда добавляется? Сюда добавляется вектор табличек – table names. Здесь у нас спецификация – table names. Это у нас спецификация метода, как комментарий для нас лично. Понятно, что дальше это можно не писать. И теперь вот сюда, в table names, мы добавляем все таблички, из которых будем делать выборку. Первая табличка – это product sale. Вторая табличка – это product. И тогда вот здесь, где мы указываем условия связки, мы уже не должны ставить on, даже вот так сделаем, последовательность. Из каких табличек – product sale попадет вот сюда, здесь у нас table names. Первая попадет в from, вторая попадет в inner join. select – inner join, который сформирован первым способом. inner join, который сформирован вторым способом. Абсолютно ничем не отличается, результат их тоже ничем не отличается. Вот так можно делать связку между двумя табличками с помощью оператора inner join, оператора select. И так далее. Продолжение следует...